Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Анна Корольчук и я как всегда расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Начинаем. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, возможен мокрый снег. Днем температура воздуха составит 1 градус тепла. Ветер западного направления скоростью до 10 метров в секунду с порывами до 16. Очарование природы белорусского края передает открывшаяся в Гомеле выставка «Краски моей земли». На полотнах художников, которые можно увидеть в Российском центре науки и культуры, отразились самые живописные уголки Октябрьского района. Там в летние месяцы проходил арт-пленер, результатом которого стала экспозиция живописи. Полюбоваться работами, воспевающими красоту Гомельщины можно до 23 февраля. Вход свободный. Гомельщин ждет выставка работ международных живописных пленеров, посвященных академику Станиславу Жуковскому. Она откроется сегодня во Дворце Румянцев и Паскевичей. В экспозиции представят картины, написанные художниками во время пленеров. Они позволят посетителям совершить путешествие по живописным уголкам. На открытии в Белой гостиной Дворца выступят певица, композитор, автор-исполнитель Ольга Голубцова и пианистка Злата Романчук. В картины галереи Ващенко открыта выставка работ белорусской авангардистки Валентины Лихович. Автор выставочного проекта «Аберрации света» – один из ярких представителей белорусского авангарда. Она работает с большими форматами, создает объемные инсталляции и скульптуры с использованием света из разных материалов. Поэтому отличительная особенность работ художника – игра света, формы и тонов. В музее истории города Гомеля доступна выставка по странам и континентам. На ней работают участников секции «Фото-тревел-клаб» Белорусского общественного объединения фотографов. Гомельчане могут познакомиться со своеобразным визуальным рассказом путешественников-фотографов о мире. Посетители выставки увидят фото, сделанные в Исландии, Индии, Италии, Монголии и других странах мира. Музей экспериментальных наук продолжает работу в стенах Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Здесь можно найти приборы и устройства, которые покажут самые разные явления природы. Все экспонаты не только можно, но и нужно трогать руками. Только так получится открыть для себя такие механизмы, как волновой маятник, мост-да-винчи, маятник Ньютона, трансформатор Теслы и еще много чего интересного. Этот проект также помогает узнать, как работают законы физики, познакомит с принципами действия технических устройств и не только. Приходите, экспериментируйте и получайте незабываемые впечатления. В рамках проекта под названием «Уютный вечер» картинная галерея Гавриила Ващенко приглашает на очередную встречу. Участникам предлагается поговорить на тему «Тайны знаменитых картин-2». Речь пойдет об интересных случаях, связанных с известными картинами и их авторами. Это мероприятие для тех, кто интересуется изобразительным искусством. Истории жизни художников и их произведений никого не оставят равнодушным. Приходите в галерею 7 февраля, начало 18.00. 8 февраля в Гомеле будет проходить второй открытый международный фольклорный фестиваль-конкурс «Промень». Он будет включать конкурсные выступления и галоконцерт с награждением победителей. К участию приглашаются не только профессионалы, но и любители. В состав жюри войдут известные артисты, педагоги, режиссеры, руководители коллективов, деятели культуры и искусств. Им и предстоит определить лучших исполнителей фольклора. Обладателю гран-при достанется сертификат на участие в одном из концертов гомельского фолк-проекта «Ягорова гора» и ценный приз – портативная аудиосистема. Заявки на участие принимаются до 1 февраля. Узнать подробную информацию о мероприятии можно на его официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов. А появление на концертной площадке – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси Бэнд» готовится к большому гастрольному туру в честь своего десятилетия. Артисты неоднократно становились участниками многочисленных проектов телерадиокомпании «Гомель». В честь своего юбилея «Джипси Бэнд» подготовили большую концертную программу. Новое шоу называется «Танцуй, цыганка». За 10 лет театром создано множество ярких номеров. В юбилейный тур артисты собрали все самое лучшее. В День влюбленных «Джипси Бэнд» приедут с единственным концертом в «Гомель». Поздравить артистов с юбилеем можно 14 февраля на сцене городского центра культуры. К другим новостям. Специалисты решили выяснить, кому отдают предпочтение кошке – мужчинам или женщинам. Оказалось, что эти питомцы чаще привязываются к представительницам прекрасного пола. Именно с ними устанавливается более тесная связь. Ученые считают, что это легко объясняется особенностями психологии. Ведь, как правило, женщины более заботливо относятся к питомцам. В то время как мужчины в подобные вопросы вмешиваются куда реже. Поэтому, если представители сильного пола тоже хотят получать любовь своих питомцев, то им нужно проявлять больше заботы и внимания по отношению к кошкам. Как правило, всегда найдется тот, кто прервет твой сладкий сон. Причем, когда это особенно актуально. Вот один из наглядных примеров. Кот проявил максимальную выдержку в ситуации, когда стал объектом издевательств со стороны непоседливого волнистого попугайчика. Птица приземлилась на голову питомца сразу, как только тот уснул. Кажется, будто попугай ничего не боится. Но больше вопросов вызывает все же реакция кота. Ее просто нет. Очевидно, что эти двое – давние друзья. И кот уже попросту привык к активной птице. Одна из китайских компаний выпустила электробритву, которая способна работать полгода без подзарядки. По своему дизайну новинка напоминает бритвенный станок. Шесть лезвий позволяют сбрить щетину одним движением. Автономная работа обеспечивается за счет двух аккумуляторов, благодаря которым бритва может проработать на одном заряде до полугода. Но для этого ее нужно часто использовать. А если бритва будет находиться в режиме ожидания, то время автономной работы продлится до года. Наверняка такая новинка придется мужчинам по душе. В Вермонте могут разрешить смайлики на автомобильных номерах. Если это произойдет, то жители этого американского штата смогут украшать номера своих автомобилей одним из шести предложенных вариантов. Авторы инициативы считают, что такое дополнение расширит выбор владельцев автомобилей. Пока же они могут добавлять только буквы и цифры. К слову, с 2019 года смайлы на автомобильных номерах разрешены в австралийском штате Квинсленд. В море у берегов Австралии стоит заросший мангровыми деревья корабль 19-го столетия. То, что сейчас выглядит как тщательно продуманная инсталляция, на самом деле – остатки судна. Прежде чем сесть на мель, корабль ходил по морям более 50 лет. Теперь его металлический корпус оказался в плену природы. Он стал домом для мангрового леса. Деревья, которые приспособлены к жизни в непростых условиях, отлично прижились в обломках корабля. Судно находится под особой защитой, поэтому для развития уникальной экосистемы созданы все условия. Сегодня необычный объект очень популярен среди туристов. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь в группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний фрэш» и я, Анна Корольчук. Хочу пожелать вам хорошего дня и только радостных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова